Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ новости Дагестана в студии Карим Данеев и в начале короткое главное. Лечился, но не по рецепту. Пациент кизлярского противотуберкулезного диспансера варил в палате коноплю. Дагестанцы остались без предметов роскоши. На границе республики пресечен незаконный ввоз товаров. Каких именно, узнаем через минуту. Урожайный рекорд. В Дагестане собрали почти в два раза больше винограда, чем в предыдущем году. Возраст спорту непомерно. Ветераны дагестанского мини-футбола разыграли призы чемпионата республики. 78-летнюю женщину насмерть избил автомобиль. Инцидент произошел на трассе в Кизляре. Там 26-летний мужчина, управляя автомобилем Лада Приора, совершил наезд на местную жительницу, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных тяжких телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Самолечением занимался пациент Кизлярского противотуберкулезного диспансера. Вместо медикаментов, прописанных врачом, он принимал наркотики. Запрещенный отвар, известный как монага, мужчина готовил прямо в палате. Электроплитка, сковорода и психоактивные вещества. Вот и вся лаборатория. Ну и этого оказалось достаточно для мужчины, чтобы приготовить опасный наркотик в стенах больницы. На месте сотрудниками полиции было обнаружено 360 грамм марихуаны. Партию новых айфонов и кошельки Луи Виттон пытались незаконно везти в Махачкалу. 14 незадекларированных телефонов и 26 фирменных кожаных аксессуаров обнаружили дагестанские таможенники у гражданина России, прибывшего из Дубая. В ведомстве пояснили, количество перемещаемого товара свидетельствует о том, что он возился не в личных, а коммерческих целях и подлежит уплате таможенных платежей. Тем временем дагестанские пограничники пресекли попытку контрабанды золота из России в Азербайджан. Слиток драгоценного металла был обнаружен в кабине грузового автомобиля в ходе осмотра в пункте пропуска Ярак-Казмоляр. Вес бруска 1 килограмм. По оценке специалистов, стоимость золота составляет более 3 миллионов рублей. И к другим новостям. Салман Дадаев обещал решить вопрос с подтоплением Махачкалы во время осадков. Конкурсные процедуры уже объявлены. К концу октября будет определена подрядная организация и рабочие приступят к реконструкции системы отвода дождевых вод, сообщил у себя в телеграм-канале мэр города. Реализация проекта решит проблему Ленинского и Кировского районов, а также центральной части Махачкалы. Сейчас на территории города почти на 14 локациях скапливается вода. Ливневые коллекторы, предназначенные для отвода, наполовину засыпаны, а большая часть заполнена канализацией. Городские службы ливневки прочистили. Последствия обильных осадков удалось минимизировать. Однако их диаметры по-прежнему не справляются с таким объемом воды. Благодаря поддержке главы республики финансирование реконструкции системы ливнеотведения включено в бюджет 2022 года. На территории города Махачкалы есть порядка 14 локаций. Это у нас самые правильные локации, на которых во время осадков скапливаются дождевые воды. Мы их обследовали. В результате обследования этих территорий в системе ливневого водоотведения нами было установлено, что коллекторы, предназначенные для отвода этих вод, или наполовину засыпаны, или некоторые из них полностью заблокированы. А большая часть в результате бесконтрольного строительства жилых домов были заполнены фекальной канализацией. Такие проблемы у нас именно с этими локациями. Учитывая тот факт, что в сухую погоду эти коллекторы у нас заполнены на 60-70 процентов из-за таких нарушений. Дагестану еще на три года сохранят сниженные цены на электроэнергию. Об этом сообщает коммерсант. Минэнерго хочет продлить льготные тарифы за свет на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии. Изначально их планировалось отменить в 2023 году, но решено перенести дату. Власти надеялись, что мера позволит решить проблему растущих неплатежей. Однако вопрос все еще стоит остро. На сегодня долг Северного Кавказа только на оптовом рынке составляет 66 миллиардов рублей. А теперь о вестях с полей. Аграрии Дагестана собрали в этом году рекордный урожай винограда. Валовый сбор составил 256 тысяч тонн, что превышает прошлогодние показатели почти на 40 процентов. И это при том, что пока убрано лишь 90 процентов плодоносящей площади. Абсолютный лидер среди муниципалитетов по урожаю винограда – это Дербенский район. По данным правительства республики, большая часть выращенных плодов была направлена на переработку. Ветераны дагестанского мини-футбола разыграли призы чемпионата республики. Итоги турниров пять туров подвели в Махачкале. Несмотря на возраст, тут всем участникам было за 50, задор чувствовался в каждой подаче. Кому досталась победа, узнавал наш спортивный корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. В одной команде как любители, так и профессионалы. Все словно старые добрые друзья собрались вспомнить юность. Только сегодня на кону кубки и медали, поэтому расслабляться нельзя. В пятом туре определяется победитель чемпионата. «Первый тур у нас был Кизельюрти, второй тур у нас был Буинакски, третий тур у нас был Нанджиарин, это принимал Каспийский. Четвертый тур у нас был Селение Солнечное, это принимал тур команда Даймох, город Хасавирт. И вот сейчас пятый тур у нас заключительный». Футбол для ветеранов – это не просто игра, а стиль жизни. Самым возрастным участником чемпионата стал 81-летний вратарь Хабиб Ахмед Дибиров. В молодые годы голкипер команды Тимирхан Шура успел даже сыграть матч против легенд сборной Советского Союза. «Я участвую, потому что я с детства, с 15 лет играл за сборную города Буинакска. И поэтому с тех пор я не бросал футбол. И сегодня мне уже 81 лет, и хочется еще попробовать себя. К нам в 1967 году приезжала команда сборной Советского Союза. Где был Симоньян, Игорь Нетто, капитан сборной Советского Союза. Они в 1956 году были чемпионами Олимпийских игр, они были чемпионами Европы в 1960-м году. Вот они приезжали к нам, играли у нас. И, конечно, знаменитый вратар Хомич, с которым мы сидели, сфотографировались. И такое впечатление было, что я даже не могу себе представить, как мы тогда чувствовали себя. И с тех пор, конечно, футбол мы не бросали». В спор за награды вступали шесть команд. Помимо двух столичных коллективов на поле выходили футболисты из Буинакска, Дербента, Каспийска и Хасавюртовского района. Турнир проходил по круговой системе. Победитель определялся по большей сумме набранных очков. Первое место со стопроцентным результатом выиграла махачкалинская команда «Газпром». В заключительном туре игроки в белой форме одолели каспийский труд. Лидер «Газпрома» Руслан Мугудинов – ветеран с опытом. В прошлом он профессиональный футболист и тренер. Выступал в российской суперлиге за клубы «Каспий» и «Тюмень». В таком формате чемпионат проводится уже два года подряд. Второй год. Мы второй год занимаем первое место. Помимо этого проходит много турниров, именно 50+. И очень приятно, что в республике очень хорошая прослойка этого возраста, которая по минимуму шесть-семь-восемь команд бывает на всех турнирах. Вы знаете, вот футбол – удивительная игра, конечно, простая, доступная в своей сути. Именно кто профессионально играл, этих ребят здесь немного, но масса игроков, которые даже не играли в свое время профессионально, играли, может, любительски, а может, даже кто-то и не играл любительски, но сегодня они хорошо поддерживают форму, занимаются два-три раза в неделю, в хорошей физической форме, любят эту игру и поэтому состоятельны. То есть реально профессиональных игроков здесь немного на чемпионате, но уровень очень высокий. Вторыми и третьими медалистами чемпионата стали команды Иттихад и Даймокг. Помимо Кубка разыгрывались призы еще в шести номинациях. Наша команда сформировалась в прошлом году, вот, и сейчас первый чемпионат, как бы, мы участвуем, вот сейчас 50 лет как раз в этом году исполнилось, с 72-го года. Нападение, защита, ну, я, как говорится, свободный художник, бегаю везде по полю. Сколько уже голевыми результативными действиями Ахмедилиз? Ну, забил тоже мячей шесть или шесть мячей, кажется, забил голевые, честно говоря, не считал, не знаю. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, Шамиль Курбанов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Всего доброго, до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова